так короче пока у меня открыта сделка приглашаю вас к себе на балкон поболтать буду снимать немножко вот так вот снизу но зато очень красивый фон короче хочу сегодня с вами обсудить почему вам надо как можно скорее убегать из трейдинга из инвестиций и вообще из всех сфер там заработка в интернете где нужны вложения смотрите так сложилось что я от общаясь со знакомыми они рассказывают как они там купили себе на все кроссовки как они там купили какую-то монетку как они инвестируют и так далее и тому подобное и я поняла такую вещь вы все как мы муравьи просто бегаете туда-сюда из сферы в сферу и нет такого что вы прям целенаправленно изучаете какое-то направление вы услышали на хайпе такие о н и Goo иب где-то бежали покупать инвестире кроссовки мы услышали на хайпе там айдио осиа и так далее и И пошли вливать туда там, ой, я сейчас получу аллокацию. Вы увидели, что какой-то блогер участвует там в аирдропах, еще в чем-то там покупает боксы, не боксы. И такие, ой, я тоже это буду. Но прикол в том, что если вы будете прыгать вот так вот из направления в направление, не разобравшись, что это такое, вы так и будете просто в минусе топтаться всегда. Недавно мне написал ученик и такой, я вступил там в группу, там, к тому, там, к тому. Там у чувака портфель там 500 тысяч долларов. И у него он раскидан по таким монетам. Я, типа, раскинул свою тысячу долларов по этим же монетам, и у меня сейчас там просадка, там, 90%. А какого хрена? Но суть в том, что вы смотрите за теми, у кого там крупные депозиты, за теми, у кого просто очень много денег, там, у кого-то 10-20 миллионов долларов, и вы не понимаете, что с вашей тысячей, с 10 тысячами долларов это абсолютно другой мани-менеджмент, это абсолютно другой подход. Вообще, в идеале, там, в таких случаях надо нанимать финансового советника. Я вот, кстати, хочу на днях снять видео, типа, портфель на тысячу долларов. Кстати, да, там и расскажу тот секретик, который я прям ношу у себя в голове, и почему-то практически нигде не слышу это у других блогеров. Единицы об этом говорят, просто, наверное, не знаю, двое из сотни. Так вот, для того, чтобы вам зарабатывать в сфере, там, крипты, в сфере инвестиций и так далее, вам нужно для начала выбрать одно направление, одно четкое вот направление, которое все, вы больше не смотрите по сторонам, не смотрите на другие проекты. Во-вторых, вам нужно выбрать себе наставника, то есть вы должны выбрать, там, блогера, сайт, конкретного человека или конкретную компанию, за кем следовать, за кем повторять. И сейчас под словом повторять я подразумеваю то, чтобы вот на кого-то равняться и, там, брать какие-то привычки, но не копировать, например, сделки, не копировать монеты. Наставнику нужен больше для психологического как раз здоровья, для того, чтобы вы такие купили монетку, она просела, и вы не продали ее в минус. Ну, как минимум для этого. Наставник нужен для того, чтобы подсказать вам или натолкнуть на какую-то умную мысль, как действовать в кризисных ситуациях, как действовать, если вам все хочется бросить. Вот, опять же, я весной этого года также окунулась в NFT-кроссовки, я прокопалась вообще в сфере вот этих play to earn и move to earn, my English is bad, из беты огорчений. И поняла, что это не мое. То есть там свободно можно зарабатывать, там, по 100, по 200 долларов в день, и я поняла, что те силы, то время, которое я трачу на эти заработки, мне вообще не окупается. То есть, что такое 100, 200 долларов в день, если мне надо на это тратить по 3, 4, 5 часов на изучение и так далее. И даже если вы мне сейчас скажете, что, ой, ты зажралась, 100 долларов в день, это круто, я посмотрю на вас, когда вы будете зарабатывать по 500, по 600 долларов в день, и я практически на 90% уверена, что вам не будет хватать этих денег. Вот, а по поводу вообще темы видео, мне очень грустно. Мне реально грустно, потому что десятки людей ежедневно пишут, что они потеряли там, они потеряли там, они наткнулись на мошенников. И как раз, наверное, вот эта вот проблема хайпа, вот эта проблема, что сейчас каждая собака из каждого двора лает о криптовалюте, криптовпросадке. Кстати, безумно раздражают вообще блогеры, которые сейчас типа эксперты, которые запускают какие-то курсы по крипте. Скорее бегите ко мне, там, это последний курс, это последний шанс попасть на эту просадку. Я все же придерживаюсь того мнения, что некуда торопиться, просто, ну, некуда. Это не первая ситуация, да, некоторые люди годами ждут кризис, чтобы там словить какие-то ситуации, словить какие-то инсайты, или испробовать какие-то инсайты, но тем не менее, я вам не рекомендую кидаться на, там, каждый последний шанс вам закупиться на низах. Блин, прикольно, солнце, короче, и тень такая, это так красиво на самом деле. Короче, если подытожить все, что я сказала, все, что вам сейчас нужно, это выбрать для себя направление, которое вам прям очень сильно нравится. Я в свое время выбрала направление трейдинга, там, изначально это были бинарные опционы, и такая, о, нравится, я прям окунулась в эту тему, и вот пока я не начала зарабатывать конкретно вот там на трейдинге, на бинарных опционах, я не начала развивать другие проекты. Я начала развивать другие источники дохода, когда у меня уже вот был основной трейдинг. Я начала потом вести канал, там, влиять на партнерки и так далее, но для начала я погрузилась полностью, знаете, вот как нырнула в эту тему, и все, я больше ничего не знаю, ничем не дышу, кроме трейдинга. Вы можете также для себя выбрать любое просто направление, начать им дышать, начать на этом зарабатывать, и после этого можете просто схематично смотреть какие-то проекты, если что-то зацепило, то пробовать туда вписаться. Но бегать из тему в тему я прям такого не понимаю. Вот, я надеюсь, что это видео вам понравилось, нам сейчас надо с вами еще прогуляться, посмотреть, что там у нас со сделочкой. И ставьте пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! Так, вот все, закрыла. И все, всем пока еще раз!